Сегодня у нас в ремонт пришел ноутбук, даже не в ремонт, а нам сдали ноутбук на запчасти Acer 52-53. Относительно неплохой аппарат, сдали его нам на запчасти. Конечно, мы дорого за такое не даем, но перед тем, как принять, мы клиента спросили, что с ним случилось. Клиент сказал, что уже побывал где-то в сервисе и ни в одном, нигде сделать не смогли, что ужас, капец, что сделать не стоит. Мы, конечно, как обычно предлагаем клиенту в этих случаях сделать диагностику, может быть там ремонт действительно копеечный. Но клиента другие сервисники напугали, сказали, что оно не стоит. Ну, мы исчерпали свои возможности в уговорах, решил сдать, так сдал, ради бога, и большую деньги мы за это дали. Здесь впаянный процессор, жесткий диск на 500, целая матрица внешняя, по крайней мере, но не включается. При включении, при подключении зарядника сразу горит индика, как будто он заряжается. На кнопку не реагирует. Будем смотреть, что тут такого страшного. Вот мы разобрали аппарат, достали материнскую плату. Внешне следов ремонта не обнаружено. То есть плата чистенькая, прям подарок для любого мастера. Никаких прогаров, повреждений, прогревов, ничего не обнаружено. То есть ей, в принципе, никто особо-то и не занимался. Ну, посмотрим, что тут происходит при подключении зарядника. Подключаем, загораются индикаторы. Просто пощупаем хотя бы. Очень сильно греется мультиконтроллер. Прям закипает. Держать я его не могу. Попробуем его заменить. Вот он мультиконтроллер. Закипает просто. Вот мы и заменили мультиконтроллер. Вот он. Сейчас будем пробовать. Включаем. Ну, уже ничего не горит, это уже неплохо. Вот так. Запустился. Отлично. Восстановили аппарат. Проблема оказалась в сгоревшем мультиконтроллере, который не смогли заменить в предыдущих конторах. Вот так вот. Клиенту бы этот ремонт обошелся. Ну, где-то тысячи в две, наверное. Вот. А так вот он, разочаровавшись в сервисных центрах, решил сдать его на запчасти. Ну, и зря. Теперь придется ему покупать новый ноутбук. За эти деньги он его точно не купит.